Сегодня теория эволюции преподается школьникам и продвигается в средствах массовой информации, как научно доказанный факт. Истина, однако, в том, что теория эволюции всего лишь теория. Ее научное обоснование в реальности, мягко говоря, зыбкое. Микробиолог Майкл Дентон, автор ряда книг, так отзывается о Чарльзе Дарвине и его теории. Популярная концепция о том, что после 1859 года уверенность Дарвина в своей теории только возрастала, есть не что иное, как миф. Наоборот, когда была издана последняя редакция его книги «Происхождение видов», ученый был преисполнен сомнений и разочарований из-за своей неспособности найти приемлемые ответы на многочисленные возражения. Теория естественного отбора Дарвина не могла быть тщательно проверена в одни его жизни из-за ограниченного набора научного оборудования в то время. Современные ученые способны изучать сложные системы внутри даже простейшего одноклеточного организма. Принято считать, что одноклеточные организмы менее сложны по сравнению с многоклеточными. В этом был уверен и Дарвин, полагая, что первым живым организмом была клетка. Дарвина можно простить за это, потому что в то время не было еще оборудования, позволявшего заглянуть внутрь клетки и увидеть происходящие там процессы. Теперь же, имея такую возможность, мы наблюдаем сложнейшие устройства даже самой простой клетки. Амебы передвигаются так же, как и мы. У них нет мышц, но у них есть микроволокна. Мы перевариваем нашу пищу, дышим, но это же делают и амебы. Они несравненно меньше нас. Они имеют всего одну клетку, но способны делать все то, что делаем и мы, будучи устроены, так же сложно. Сложность даже самых простейших форм жизни – вот одна из причин, почему многие ученые все более разочаровываются объяснениями, предлагаемыми эволюцией, которая полагается только на чисто неуправляемый случай. У ученых есть много причин подвергнуть сомнению силу случая.